Мне кажется, что Спартак, наверное, ожидал первые минуты штурма со стороны испанцев. И, по-моему, несколько недоумевает, почему им дали так легко, так сказать, держать мяч и не иметь инициативу. А вот эти длинные пасы не проходят. Они не проходили и в Москве, вы помните, я насчитал 15 длинных пасов. И, собственно, на этом закончил считать, а их было, наверное, больше. С испанцами это не проходит, потому что они вверху играют хорошо, позиционно не проваливаются. И длинный пас на 60 метров, тем более под игроков, которые не очень здорово играют вверху, он бесполезен. Я думаю, что Спартак покажет. Ой, какая ситуация! Выход один в один, да! Как великолепно все сделал! 1-0, Сельта забивает гол. На радостях нападающий клуба из Вигу перевалился через рекламные щиты и побежал к трибуне с фанатами. Это был Нене, который не играл первую игру, 23-й номер. Выскочил один в один. Явный просчет, на мой взгляд, с Шедера. Вот и, пожалуйста, вы видите, та неспешная игра. И, собственно говоря, ни одного момента. И первый же длинный пас верхом, как ни странно, я говорил, что они играют современизм, верхом. Игрок выиграл мяч, это был, ну нет, стянул его головой дальше. И 23-й номер убежал один в один. И вы видели, как элегантно, легко перебросил Хомича. Да. И случайно Нене побежал к трибуне с фанатами Сельты, потому что... Спартак совсем в безобразном состоянии. Потому что непростые у него отношения с болельщиками. Несколько игр подряд освистывали его, когда он выходил на поле в матчах испанского чемпионата. Но теперь он подбежал, поблагодарил, замаливает грехи. Пока у него, получается, к сожалению для российских болельщиков, удачно. Пас назад, Истабан не ошибается. Иранека здесь, по-моему, немножко... Нет, ничего не было. ...привалил. Нене это... Убежит. По левому флангу он идет, пас в центр, Ковач. А вы посмотрите, Ковач практически один был. Ну, вы знаете, уже видно совершенно, что Спартак перешел на игру в три защитника. Собственно говоря, куда деваться? Счет обязывает. Ну, пока что от этого нет прибавления в оттате никакого, я бы сказал. Но зато риска в обороне очень много. Анхель на Нене. Нене на Анхеля. Тот назад. Постоянно как минимум три человека сельты вообще не переходят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не переходят в центр поле. Да, это, видимо, и не надо. Это Аспис. Вы видели. Совершенно легко, как на тренировке. Получил мяч, никто его не атакует. И очень просто ударил. И довольно долгое расстояние было. Вы знаете, Кович правую руку от себя. Я уже, на моей памяти, я уже вижу... Он, собственно, не долго играет в основном составе. Но я уже вижу или третий, или четвертый мяч, который под правую руку пропускают очень легко. Во всяком случае, реагировать-то надо было. Хотя бы прыгнуть. Ведь он же бил с позиции, на которой сейчас находится Жеддер. Да, я думаю, что это конец. Испанские болельщики перед нами просто хватаются за голову, потому что поверить в такое было невозможно, казалось бы. Вот, повторы идут. Ну, посмотрите, конечно, надо реагировать отсюда. Удар-то уж очень издалека. Мяч летел, знаете, как четвертый трамвай, который в Сокольнику ходит, раз в полчаса. Надо было реагировать, конечно, за этим мячом. Дмитрий Хомич даже не шелохнулся. Казалось, не поверили этому и тренеры, и скамейка запасных сельта. Да испанцы тоже, по-моему, не особенно верили, что он оттуда попадет. Но, однако, видите, как. 2-0, я думаю, что это уже конец. Мне кажется, что мы все время говорим, больше пишем, больше говорим. Больше желают болельщики, чем игроки. Потому что игроки абсолютно не готовы, чтобы играть вот с этой командой. А ведь эта команда, напомню, на последних местах идет в чемпионате Испании. Сельта заставляет забыть о всех тех разговорах. Мол, нам Кубок УФА не нужен, нам чемпионат важнее. Президент в своем интервью, президент Мауриню, сказал, что прошлогодний пример Севильи, которая выиграла Кубок УФА, очень показателен. Внимание, опасный момент. Я сейчас гол! Ну что, вот она интрига, вот она интрига. И остается играть. Вот так вот это футбол. 88-я минута встречи. 2-1 из ничего. Спартак забивает гол. Это Цюба забил, вы знаете, вышедший на замену, да? Молодой игрок. Давайте посмотрим, нам показывает Егор Титова, что он все-таки успешно сыграл на добивании. Надо посмотреть повтор. Так вот, Бояринцу подключается пас вперед. Да, Титов, Титов забыл. Титов, безусловно. Титов. Конечно, Титов. Мне показалось, что отсюда нет Титов. Вы знаете, первый момент голевой, который состоялся у ворот Сельты. Он был голоден. Ну что, осталось время. Вы знаете, ситуация такая, что если Спартак забивает бог, дальше проходит Ох.